Когда снег не помеха, юные скейтеры, роллеры и самокатеры Нефтьюганска помогли весне и открыли сезон экстремальных катаний. Ждать, пока осадки растают, подростки не стали. Они лопатами расчистили площадку для занятий. Рядом со скейт-парком образовалась большая лужа. На этот случай любители активного досуга подготовили дежурную метлу. Время от времени они сгоняют ей скопившуюся воду. Ведь без сухого асфальта трюки сделать не получится. Кататься хочу, и другие тоже хотят. Сейчас как раз погода хорошая. Почему бы не почистить? Что вы делали? Брали щетку, всю грязь смывали туда. Потом ассоциировались остатки снега. Тоже принесли лопаты, тоже их убрали. Все убрали, все почистили. Я вчера там был, и я подметал. А то когда ты на снег наезжаешь, у тебя колеса становятся мокрые, и потом ты скользишь как-нибудь и просто падаешь самокатом. Жители Урая взялись за грабли и вышли на первый в этом году субботник. Чиновники, нефтяники, бизнесмены и добровольцы сменили деловые костюмы на удобную одежду и отправились на борьбу с зимним мусором и сухой листвой. К слову, за каждым предприятием закреплена своя территория. Например, местные депутаты наводили порядок в спортивном сквере. К субботнику народные избранники присоединились после очередного заседания. Добровольцы планируют привести город в порядок к майским праздникам. Это у нас первый субботник в 2021 году. Точно не последний. Вот погода сегодня позволила. Люди с замечательным настроением вышли. Все довольны. Довольны тем, что у нас наконец-то весна пришла. В советском районе горит лес. Пламя угрожает населенному пункту и деревообрабатывающему предприятию. Такова легенда всероссийских штабных учений. Пожар тушили больше полусотни человек. Это спасатели, специалисты авиалесохраны, добровольцы, сотрудники заповедника Малоососьва и природного парка Кандинские озера. И даже огнеборцы пожарного поезда. У каждого своя задача. Спасатели защищали от огня водоочистные сооружения. Авиалесохраны и лесничие тушили пожар. Учитывая масштаб ЧС, привлекли даже пожарный поезд. Цистерна, в которой 180 тонн воды и шесть огнеборцев находятся в постоянной боевой готовности. Полностью есть участок железнодорожной линии от станции Приобья до станции Ивдель. Это в порядке 360 километров. И на любой участок этой линии мы пребываем для тушения пожаров в полосе отвода, либо на объектах железнодорожной инфраструктуры. Сейчас и лесничеством, и нами проводится работа по минимизации рисков со стороны лесного пожара. То есть делаются противопожарные разрывы, минерализованные полосы. И в том числе администрация Советского района также запланированы финансовые средства для обеспечения вот этой защиты населенных пунктов, в частности дачных участков. Нефтьюганцы с нарушениями зрения могут познакомиться с героями произведений на ощупь. Спасатели передали ученикам 8-й школы 11 тактильных книг. Каждая уникальна. Их смастерили участники конкурса «Мир на кончиках пальцев». В 30-летие МЧС России добровольцы сшили и склеили больше 40 изданий. Они о пожарной технике, животных и природе, иллюстрации сказок и стихотворений. Все работы участников распределили по муниципалитетам и передали школьникам и воспитанникам реабилитационных центров. Вам понравится, когда к вам подойдут и скажут, мы вам дарим. Даже если покажется эта открытка, да, ну это же внимание. Но иной раз дети начинают смущаться. А почему? А за что? Владик сейчас подошел и говорит, тут по правилам не написано. Я ему объясняю, так это же тактильное. Например, я читаю по литературному чтению про море, а любимая книга, например, «Колобок», «Лебедь, рак и щука». «Колобок»